Строительная готовность этого детского сада на боевой уже 95% и 1 сентября сад может принять сразу 280 ребятишек нашего города. На днях сюда зайдет клининговая компания и начнется монтаж оборудования и мебели. Одна важная особенность новых садиков – стены покрывают не обычной эмалью, а только антиковидной краской. У нас по Санпино требование, чтобы стены были моющиеся, моющиеся теми средствами, которые, ну, хлоросодержащими средствами. Обычная краска после хлоросодержащих средств у нас приходит в негодность. Либо она выцветает, либо выгорает, либо вымывается. Данная краска здесь применена по новым требованиям, которая позволяет такими средствами ее мыть, обрабатывать. Средняя стоимость каждого такого сада – 250 миллионов рублей. Всего в городе в этом году строят пять детских образовательных учреждений. Три из них уже практически готовы. Это сады на Боевой, в микрорайоне Забайкальский, на станции Дивизионная. Два по улицам Конечная и Лермонтово в разгаре строительства находятся не так далеко друг от друга. Но это обусловлено тем, что вы видите прекрасно, этот микрорайон активно застраивается. Здесь очень много будет проживать наших горожан, будет много детишек. Поэтому и два детских садика, и в том числе мы в прошлом году ввели пристрой к 49-й школе. То есть мы делаем все это в комплексе. Все пять детских садиков мы планируем получить в собственность города застройщика уже в этом году. И три точно будут введены в эксплуатацию и премии детишек в этом году. Остальные по мере готовности к получению лицензии. Все работы ведутся в графике, проблем нет. 280 мест, 14 групп, по 20 детишек. Все сады в городе строят по типовому проекту. Его взяли с детсада, который появился в Истоке в 2014 году. Тогда его признали эффективным и теперь тиражируют на весь город. Застройщики тоже проверенные. За плечами ни один построенный детский сад. А этот детский сад на улице Лермонтово тоже типовой начали строить еще в марте и обещают сдать уже в декабре этого года. Добавим, что за счет городского бюджета каждому новому садику проложат дополнительные подъездные дороги и сделают стоянки. Мария Латышева, Жаргал Цериндашиев. Новости дня.